Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вашей проблемкой, попробуем посмотреть, как можно ее решить, какие можно найти выходы из вашей ситуации. Вы пишите о том, что ваш мужчина постоянно капризничает в интимных отношениях и, собственно, вы не можете понять, чего он хочет. Ну, я прочитал все, что вы перечисляете, тут вы более чем подробно все описываете. Единственное что, вот что мне непонятно, что он просто вас перечисляет, унижал вас этим, потом, значит, говорит вам о том, что он не хочет вам напрямую говорить, что нужно делать, и какой в этом смысл. И ему часто действительно достаточно того, чтобы я просто юбку надел, он просто с ума сходит, и иногда вот так происходит. Такое ощущение, что он сам ничего не хочет и винить меня. Простите, вот непонятно, непонятным смысл этого предложения. Ему часто действительно достаточно того, чтобы я надел юбку, он просто сходит с ума. А иногда вот так происходит. То есть получается, что это все очень нестабильно, да, то есть нет какого-то такого четкого понимания того, у мужчины, что ему нравится, что его возбуждает, что он хочет. Если это так, и если мужчина постоянно требует от вас, то есть у него это и есть, он в голове, он об этом, не знаю, думает, он об этом переживает, он чего-то хочет, но не знает чего. То есть скорее всего у него действительно определенные есть проблемы в сексе, и ему действительно надо обратиться к сексологу для того, чтобы именно сексолог помог разобраться ему в том, что же вообще у него и как человеку можно помочь разрешить его проблему. Но поскольку вы говорите, что все это происходит еще и на фоне определенных бытовых проблем, то есть бытовые проблемы тоже имеют место быть, то я тогда вынужден предположить, что скорее всего проблемы в сексе это, ну опять же непонятно. То ли это трагично, то ли это что-то такое первично, мне лично это не очень важно, потому что, ну вот, хозяйство того, что вы пишете. В любом случае может быть и то и то, может быть, и те и те могут быть проблемы, и в любом случае, абсолютно в любом случае, нужно, чтобы мужчина ваш сам определился с тем, вот вообще, что ему нужно, чего он хочет. Потому что, ну, чисто объективно, если у него есть проблема, а проблема у мужчины есть совершенно определенная и явно, то тогда, ну, необходимо разрешить ему для начала свой собственный конфликт. То есть тот конфликт, который у него изначально есть. И это именно то, что заставляет его быть тем, с кем он является для вас. То есть по сути вот таким вот, да, постоянно капризным, постоянно таким вот недовольным и так далее. А на это его движет лично проблема. И если мужчина не хочет эти проблемы решать, то вы совершенно не обязаны и не должны терпеть такое отношение к себе. Более того, я вам даже больше скажу, вы на самом деле должны, ну как должны, не должны, конечно, прямо вот в привычном понимании этого слова должны, но вам нужно оставить мужчину, пока он сам не определится с тем, что он хочет. То есть сказать ему, дорогой, я старалась сделать для тебя вообще все, что могла, я правда старалась, но ты такое впечатление, что все это как бы не видишь, как бы не замечаешь. Я понимаю, что ты постоянно недовольный в результате того, что у тебя есть внутренние конфликты, проблемы. Я понимаю, что тебя что-то мучает. А пожалуйста, либо давай поговорим об этом, о том, что тебя мучает. И постараемся как-то решить корень проблемы. Либо обратиться к психологу, чтобы он помог решить тебе эти проблемы. Либо я так больше не могу и мне хочется отдохнуть. То есть и после этого стоит предложить вам побыть отдельно от него, побыть отдельно от него. Пожалуй, для вас это единственный выход, потому что мужчина так и будет вас унижать, обесценивать, потому что у него есть определенные проблемы. А вы будете постепенно меньше себя уважать, меньше себя любить. Вполне вероятно, что вы значит в себе сомневаться. Сомневаться в том, что вы привлекательная, что вы сексуальная и так далее. Если вы таких проблем для себя не хотите, то вы сделаете то, что я вам говорю. Потом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.